Здравствуйте! С вами Ольга Волкова. Впереди самый главный и светлый праздник – День Победы. 9 мая в 10 утра на площади Куйбышева пройдет парад в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию Парада Победы с площади Куйбышева можно посмотреть на нашем телеканале, а также на всех интернет-площадках «Самара ГИС». В 11.00 начнет движение колонна акции «Бессмертный полк». Вечером на площади Куйбышева состоится праздничный концерт. Завершится памятный день салютом. Увидеть его можно в 21.00 на 4-й очереди набережной около монумента «Ладья». В субботу 7 мая в музее Ильдара Рязанова пройдет лекция «Дмитрий Шостакович в Самаре». О жизни и деятельности великого композитора в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны расскажет культуролог Юлия Богатырева. Встречаемся в 17.30. Приходите, будет интересно. 7 мая музей «Детская картинная галерея» приглашает всех желающих создать идеальную картину своими руками. На мастер-классе научат писать акрилом, причем в самых разных техниках – от флюид-арт до скульптурной живописи. Творить искусство начнем в 10 утра. Можно отправиться в бесплатный кинотеатр под открытым небом на четвертой очереди набережной Волги. 8 мая здесь покажут фильмы «Василек. Четвертая высота», «В бой идут одни старики», «Сталинград» и «Т-34». Расписание сеансов можно узнать на официальной странице Самарской набережной ВКонтакте. Конечно, можно отправиться в театр. Например, камерная сцена подготовила интересную программу на все выходные. 6 мая в 18.30 зритель увидит спектакль-концерт «Танцплощадка 1945». История только пришедших с войны двух молодых лейтенантов. Из-за них местные девушки начинают соперничать. Ведь после войны на 10 девчонок по статистике мало ребят. 7 мая в 18.00 лирическая комедия «По дороге к страусам». История о поиске себя и, конечно же, любви. 8 мая в 18.00 спектакль «Возвращение» по знаменитому рассказу Андрея Платонова. Приходите посмотреть. Хороших вам выходных и отличного настроения. С наступающим праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова